привет друзья сегодня 24 января 2020 года и у меня случайно получилось укоренить черенок горной сосны и как у меня это получилось я хочу рассказать в этом видео начнем издалека вот это та самая ветка которую я в конце ноября отрезал будучи последний раз на даче судя по всему ветка трехлетняя а самой этой сосне лет 5-7 возраст самой сосны и с этой ветки мне удалось оторвать раз черенок 2 3 и где-то еще 4 вот 4 то есть я также как и на елке отрывал ветки однолетние приросты если кто не понял какие черенки я отрывал то настоятельно рекомендую посмотреть ролик о черенковании размножение черенками голубой ели теперь пойдем посмотрим в каких условиях у меня все эти черенки стояли черенки я поставил старый аквариум сверху он закрыт у меня стеклом и оставлена небольшая щель около одного сантиметра между стеклом и краем аквариума и в этом аквариуме я черенкую хвойные и другие кусты деревья которые у меня есть вон там в уголке видите стоят мои сосны какая температура и влажность в этом череночнике вы сейчас видите на своем экране ну теперь достаем сосны из этого аквариума и идем смотреть что у нас там получил забыл сказать освещение у меня стоит из вот двух ламп даже краешек двух ламп которые торчат потому что не влезают на мой шкаф на мой стеллаж я стеллаж метр а лампы метр двадцать тут край торчит и под ними стоит аквариум вот все освещение освещение длится около 14 часов и так второй стаканчик забираю мы пойдем подробно посмотрим что и как вот таких коробках они у меня укоренялись объем этой коробки 200 миллилитров но в роли объемов коробки роли не играет просто для экономии субстрата я взял такие здесь у меня два черенка здесь три черенка так получил про субстрат до укоренения я расскажу чуть позже он отличается от того в каком я укоренял елки сейчас надо очень аккуратно достать чтобы не поломать и корми вот черенок уже с корнем как видно корень корень образовался в нижней части черенка там где нарос каус пока аккуратно положу его сюда это черенок чистый но корней как видите пока нет чисто я на виду без всякой гнили и давайте вторую коробку посмотрим на эти корней пока нет но каус нарос здесь появились на коре вот появились такие наросты кора трескается возможно отсюда выйдут корни ну радует то что ни один черенок пока еще вот такие наросты вот белые уже появились я думаю отсюда тоже могут выйти корни радует то что ни один черенок еще не начал гнить сейчас я расскажу вам об этом субстрате этот субстракт у меня отличается от того чем я укоренял голубые елки настоятельно рекомендую посмотреть все таки этот ролик тот еще не смотрел здесь у меня вот такой агроперлит агроперлит вот такая крупная фракция здесь конечно есть и пыль и вермикулит вот такой фракции смешав это дело один к одному агроперлит вермикулитом сухим пока он был сухой я набиваю насыпаю его вот в эту коробочку напоминаю что он сухой вроде как сухой это я вам показываю как я делал и после того как я набил сухой субстрат состоящий из одной части агроперлита и одной части вермикулита вот горшок его надо очень обильно сильно прям строя воды такой снизу потекло вот так вот промывать это нужно для того чтобы вымыть из него пыль хоть я уже и промывал смотрите сколько пыли еще из него вымылось а когда он был новый так все дно было покрыто мелкой пылью теперь вот так потрясывая на уголочек ну потому что в уголке дырочка отверстие дырка мы через эту дырку сливаем лишнюю воду можно конечно поставить такую тряпку на газету и лишняя вода впитается вооружаемся такой палочкой берем подготовленный черенок черенки готовятся точно так же как при черенковании голубой вилле кто не знает и не понимает смотрите ролик в двух словах отбираем с пяткой пятку здесь укорачиваем ножнями срезаем хвою я оставил вот сколько сантиметров здесь 4 так нижнюю часть черенка окунаем корневин только нижнюю часть но все это есть в ролике про укоренение голубой ели и так иголки срезаны нижняя часть опудрена корневином берем палочку я вот решил остальные черенки в одну коробку поставить поэтому буду делать 4 отверстия обязательно палкой протыкаем отверстия потому что это очень жесткая очень жесткий субстрат и просто так воткнуть конечно можно но мы можем поранить черенок а тем более черенки уже два с половиной месяца стоят опускаем почти до самой хвои черенок и обязательно его обжимаем с остальными черенками делаем то же самое протыкаем дырку отверстия вставляем туда черенок и обжимаем обязательно поскольку я не надеялся что черенок укоренится поэтому я вот так вот быстренько сделал ноябре месяце сделал поставил их на укоренение особо не ожидаю что они укоренятся но как вы видите все один через два с половиной месяца дал корень из научной литературы мне известно пока только одна работа это главное ботанического сада работа за восемьдесят восьмой год они проводили опыты по укоренению сосен и написали что для горной сосны укоренение шанс укоренения равен десяти процентам ну сначала такой счастливчик что я вошел в эти пять процентов специалист никитского ботанического сада сказала мне что шанс для сосен десять процентов ну тоже не очень такой велик хотя так как укореняли восемьдесят восьмом году главном ботаническом саду что-то я вообще и как странно что них вообще что-то укоренилось засовывать черенки в субстрат и утрамбовывать субстрат хорошо на какой-нибудь тряпке или газете потому что при трамбовке выйдет еще вода теперь черенок который дал корень я высажу в отдельный горшок добавлю в торф остатки смеси моей вермикулита и перлита чтобы не выкидывать потому что я пока больше черенковать ничего не собираюсь в ролике про голубую ель постоянно спрашивали часто спрашивали что а что я высаживал это субстрат масло верхового торфа агробал с я беру пол литровый горшок я думаю хватит теперь только не понятно на какую глубину его закопать я закопаю так на половину надо сделать в данном случае щель чтоб корень аккуратно лег очень аккуратно вставляю черенок и с помощью спринцовки замываю эту ямку ну и теперь можно полить по краям для первый раз достаточно теперь ставлю минут на пять на газету чтобы лишняя вода оттянулась и потом уберу опять в аквариум обязательно надо его выпрямить все помнят про пекальное доминирование вот так минут через пять я уберу этот горшок в аквариум у кого нет аквариум можно поставить его в поликленный пакет и завязать этот пакет создать влажность хотя процентов 80-90 потому что теоретически он еще не укоренился он только выпустил корень и этот маленький корешок не сумеет прокормить пропитать все эти волки что хочу сказать шанс укоренения зависит не только от ваших действий но и от того размножалась ли это сосна когда-нибудь черенками смысл такой если у меня это укоренится до конца как положено то черенки с этой сосны укоренятся уже более и больше укоренится и шанс укоренения будет больше со второго поколения укорененных черенков будет еще больше и так далее это такой принцип есть при размножении подвожу итог значит ветку я срезал в начале ноября числа 10 лет а в это же время я и зачеренковал субстрат вермикулит плюс агропиролит один к одному хорошо промыть его чтобы пролить чтобы избавиться от мелкой пыли хотя может это не обязательно но я почему-то мелкой пыли плохо отношусь температуру черенкования от 18 до 22 градусов наверно у меня было но не надо поднимать температуру потому что если температура будет высокая больше 22 градусов то сосна может пойти в рост не пустив корни так кстати и как голубая елка голубой елке тоже не нужны высокие температуры под черенкование влажность череночники у меня была от 85 до 95 процентов так колебалась за два с половиной месяца я полил вот эти вот этот горшок по моему один раз очень хорошо управлял у кого есть доступ к сосна вы можете сейчас начать черенковать у меня к сожалению доступа нет я свою ветку срезал в ноябре и все а если у вас есть доступ вы можете сейчас черенкануть феврале черенкануть в марте и апреле то есть на черенковать до начала роста побегу так вы определите для себя до своего региона самый оптимальный срок черенкования ну вот в принципе все как видите секретов никаких нет надеюсь у вас все получится точнее так у вас обязательно все получится кому интересно подписывайтесь на канал как обычно задавать вопросы комментариях я не буду отвечать кто есть вконтакте там будет создано обсуждение на эту тему общайтесь спрашивайте меня делитесь фотографиями результатами за всем позвольте отклониться подписывайтесь на канал впереди еще много интересного